Ну и далее говорим о тщетных попытках Российской Федерации заблокировать вывоз украинского зерна для того, чтобы именно с этой помощью решить проблему и всемирного голода, ну и в частности возобновить в целом экспорт агропродукции из Украины. Американские и европейские чиновники изучают возможность увеличения экспорта украинского зерна через Дунайские порты. Об этом в интервью Associated Press рассказала посол США в Украине Бридж Бринг. Из порта Измаил на юге Украины зерно доставляется на баржах по руководству Дуная через Румынию в Черноморский порт Констанца для дальнейшей отправки. Он может стать критически важным, если соглашение с Россией об экспорте зерна через украинские черноморские порты истечет. Нельзя терять время. Россия оказывает огромное давление на черноморскую зерновую инициативу, сознательно и очень цинично контролируя и ограничивая объем зерна, который может вывозиться и вывозиться. И это означает, что люди, которые нуждаются в продовольствии, не могут получить его. Бриджит Бринг, посол США в Украине. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш собирается встретиться в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Но, как пишет The New York Times, цель визита – спасение зернового соглашения, которое оказывается под угрозой. Издание отмечает, что 24 апреля Гутерриш уже встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и передал через него письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение по черноморской зерновой инициативе. Аналогичные письма Гутерриш направил также остальным участникам зернового соглашения – Украине и Турции, при посредничестве которого Киев и Москва. В июле прошлого года заключили соглашение о вывозе продукции и удобрений по Черному морю. Напомню, в ООН подчеркивают важность этого соглашения. Оно позволило доставить более 29 миллионов тонн зерна из Украины на мировые рынки, в том числе в рамках гуманитарной помощи. Ну и как отметил госсекретарь США Антони Блинкен, Россия нарушает свои же обещания, данные странам, которые зависят от украинского зерна. Россия снова блокирует доставку украинского зерна, повышая цены на продукты питания для людей во всем мире. За последние несколько дней ни одно судно не вышло из украинских портов. Для загрузки были заблокированы более полсотни судов. Страны по всему миру зависят от этого украинского зерна. Россия нарушает данные им обещания. Европейский союз планирует выделить дополнительно 100 миллионов евро помощью фермерам пяти соседних с Украиной государств. А Европейская комиссия настаивает на выработке единой европейской политики по вопросу продовольственного импорта. ВЕС уверяет, они стремятся поддерживать Украину в экспорте ее продукции, включая сельскохозяйственную. И считают это важным элементом экономики Украины. А 26 апреля представители Всемирной продовольственной программы ООН заявили, что готовы забрать у Евросоюза избыток украинского зерна, из-за которых у фермеров на рынках Восточной Европы возникли проблемы для дальнейшей его транспортировки нуждающимся странам. Ну и тем временем в Польше планируют построить канадские элеваторы для хранения украинского зерна. Разрабатывает ее парламентарий Канады. Но строительство могут начать уже в начале этой осени. Мощность зернохранилищ позволит сохранять одновременно свыше 20 миллионов тонн урожая. Оборудование, которое планируют установить на элеваторах, увеличит и ускорит транспортировку зерна по железнодорожным путям. Кроме этого, Канада готова помочь украинским аграриям, пострадавшим от российской агрессии, и предоставить им семена, удобрения, технику, а также топливо. Ну и Россия пытается блокировать украинский экспорт, да, и таким образом она намерена ослабить экономику Украины, а также занять ее место на рынках сбыта в Азии и Африке, торгуя там, в том числе, похищенным украинским зерном. По данным Министерства экономики Украины, из-за российской агрессии экспорт пшеницы упал на 44%. Вторая причина, почему Россия пытается выбить Украину из зернового экспорта, прямая конкуренция. Занял место Украины, Кремль за время полномасштабного вторжения увеличил морские поставки пшеницы примерно на 90%, чем за год до полномасштабного вторжения. Об этом пишет издание Бломберг.